«Конечно, переговоры о создании нового правительства продолжаются. Это непрерывный процесс. Нашу делегацию возглавляет Мулла Абдель-Гани Барадар. Он прибыл в провинцию Кандагар для консультации с верховным лидером Исламского Эмирата Афганистан для того, чтобы создать инклюзивное исламское правительство. Этот процесс скоро будет завершён». «Ранее вы упомянули 12 лидеров Талибана. О ком конкретно речь? Ранее из выступления другого представителя движения стало известно, что планируется избрать верховного лидера, учредить правящий совет и назначить главу нового правительства из числа высокопоставленных лидеров Талибана. Как связать эти две возможности? Можете поделиться дополнительными подробностями? «Первое – это структура, которая у нас есть сейчас, на которую вы ссылаетесь. А второе – инклюзивное правительство, в которое мы хотим включить ряд людей и политиков, и по этому вопросу ведутся консультации. Я считаю, что эти две структуры могут работать вместе, потому что создаётся новое правительство, мы ведём переговоры. Об этом будет объявлено в ближайшее время. С другой стороны, то, что вы только что упомянули, у нас уже есть существующая структура. У нас есть верховный лидер и руководящий совет. Это действующая система». «Сколько людей входит в этот руководящий совет? Некоторые имена мы знаем, например, Мухаммед Якуб, Сираджуддин Хакани, Абдулгани Бородар, который уже в Афганистане. Кто ещё в совете и какую роль они играют?». «Некоторые из них хорошо известны, те, кого вы упомянули. Многие из участников руководящего совета также входят в переговорную группу. Чтобы вести переговоры, они находятся в дохе. От 60 до 65% членов переговорной команды также входят и в руководящий совет». «Понятно. А кто в новом правительстве, провозглашённом талибами в Афганистане, будет играть роль лидера? Будет ли это Абдулгани Бородар, которого так часто упоминают в СМИ? Или есть и другие кандидаты?» «Это предмет переговоров для формирования правительства, в которое должны войти и другие афганские политики и представители общественности. Это цель переговоров». Продолжение следует...